Умножил свои проблемы. Водитель с признаками алкогольного опьянения устроил переполох, минувший ночью на улице Державина. Сначала мужчина, по рассказам очевидцев, задел чужой автомобиль. А когда его попытались остановить, протаранил забор и обрушил столб. С места инцидента репортаж Айрата Назипова. По рассказам очевидцев, водитель Киарива задел припаркованный автомобиль в Шеврале, после чего попытался скрыться. Люди, ставшие очевидцем этого события, стали его останавливать. Один из них даже сел к нему в машину. Но, вероятно, виновник аварий помчался вперед вместе со случайным пассажиром. Почуяв, что от мужчины исходил запах алкоголя, пассажир стал уговаривать водителя Киаря остановиться. На полпути к выезду из двора мужчина, сидевший за рулем, развернулся и поехал назад. Только на одном из поворотов он не справился с управлением. Вылетел с дороги и снес забор вместе со столбом. Пассажир все это время находился в салоне иномарки. А вы как там с ним дрались? Нет, я ему объяснял, зачем я говорю, потому что едешь. Блохо же будет, в последствии будет, что я жду. Я жду, но не помню, а он все полиция начинает. Так вы, значит, с ним врезались в этот момент? Да. К моменту приезда автоинспекторов, хозяин задятого «Шевроле» покинул место происшествия. Судя по всему, автомобиль не получил значительных повреждений. Водителю ЖК ехать было уже некуда, да и не на чем. Иномарка, скорее всего, была уже не на ходу. А состояние водителя оставляло желать лучшего. Согласны противосвязи с прибором алкотекера на состояние опьянения? Да нет, не буду. Не будете? Нет. В это учреждение появится ли свидетельство? Че-че. В больнице будет проходить свидетельство? Нет, зачем? Отказывается проходить свидетельство, правильно? Избежал теста, но не избежал ответственности. Теперь мужчина рискует остаться без водительских прав сроком от полутора до двух лет. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Айрат Назип, Фадель Малахметов, Вызов 112. Айрат Назип, Фадель Малахметов, Вызов 12.